За что тебя остановить? Не-не, все в порядке А, это собака вон с окна торчала, тут же спросили Не, серьезно Что, подошли, спросили, есть документы, все в порядке А, еще документы были? Ну, посмотрели, есть, спросили, есть Все, есть Так я, что-то она послышала, то есть Мне просто интересна была причина То есть ничего не нарушил, правильно? Вроде нет Мне никто плохого ничего не сказал Просто так, потому что он сам полицейский Он правила знает Ничего, не полицейский, что-то Никаких претензий нет Я сейчас вижу перед собой человека Полицейский Я обижен, он правила знает Так, если он полицейский, зачем ты проверял Батя? Если он полицейский Я не знаю Для чего? Что для чего? А что он нарушил? А потом начнем с того, причиной вопрос Ты для чего-то остановил? Я ему объяснил Выглядывала собака? А что он нарушил? Я ему объяснил Мне у него спросили? Скажи, за что тебя остановили? У меня конкретно Лампочка не горит Нет, все горит Просто он видит, он начинал как бы Удрачиваться Он ничего плохого мне не сказал Ничего, просто есть документы Есть и все У меня вот собака сидит вообще в конец Она там реально Ничего У меня к ним никаких отчетов У меня У меня У меня Я людям просто помогаю Они ничего не знакомы Скажите, если есть документы Я даже не знаю Мы не ругались Ничего Вот реально Он ничего так не так У меня должны были остановить На основании чего-то Нарушение правил дорожного движения Какие правила дорожного движения нарушили? Ничего Он может в Газели объехал без поворота Но не более того Я жарю У меня к нему претензий нет У меня к нему есть претензий Остановили, говорят Это все Порядка Это все Никакое Ничего А что у него Документы собрали? Не знаю, что это осмотрит Порядка На механику ничего Нет, я просто Нормально Я не то, что я И там, и там Есть платильники хорошие Я ничего плохого не могу сказать Но они потеряли И они тебе не сули причину остановки Что он нарушил? Что он нарушил? Ехать в левую остановили и проверили Что в левую? Левую полосе Чтобы он не правил Ехать в левую остановили и проверили Дальше Мы его за перекрестком остановили Остановили бросок Посмотрите, что ехать в порядке Все в порядке Да и все в порядке Но если не в порядке Привлекали конкретность Вы его хотите привлечь А ответственность Мы ничего не хотим Мы говорили, что они не сказали Он нарушил Он нарушил правила Дрожного движения Он не нарушил Вы говорите, но он ехал в левой полосе Свободной правой Это нарушение есть Да, ответственность есть? Вадим Какая? Конечно А что, нету? Я у вас спрашиваю, какая Вадим? То бишь нету двери Не, я говорю, какая? Мы его остановили Сказали, вы хотели повернуть Вы налево поворачиваете Или едете прямо? Он говорит, я хотел налево Он говорит, а потом переговорил Ты просто на парнях говорит, что есть ответственность А вы говорите, что? Не, я знаю, что там есть Я у вас спрашиваю, вы знаете, какая там ответственность? Да Какая За это есть нарушение За это есть страх Вадим, ну честно, я спросил, какая, вы начинаете мне рассказывать, а вы знаете, нападник сказал, не сказал, сейчас секундочку, извините. То бишь тебя остановили за нарушение правил дорожного движения. Понимаешь? Тебя не за собаку это. Ну, к ним пока жарим. Это чисто понял, на лоха играю. Еще ничего пока даже не хамили, ничего я. То есть к ним пока претензий нет вообще, я же говорю, так как везде есть. А у меня есть к третьему батальону, особенно к третьей роте, у меня есть просто претензий очень много. Ну, видос я вижу, смотрю. Понимаешь? И они всегда вот это вот начинают выдумывать причины. Вот и все. А ты сразу им документы передал. Забирай у них документы и езжай с Бога. Тем более, ты ничего не нарушаешь. Забирай документы, что это за дела? Да вообще, забери, возьми. Возьми, просто забери у него документы. Просто вот так. Да, нет, я не знаю. Все. Все, я свободу? Да езжай, даже если ты не был бы свободен. Спасибо, Вадим. Ну, в этот раз они ничего плохого даже не сказали. Это в этот раз. В следующий раз может быть быть... Я понимаю, но мы считаем, что везде есть хорошие, и водителя есть, и инспекторы. Все мы живем в одной стране. Здесь плохие. Вот в третьей роте тут плохие. Особенно в третьем батальоне. Счастливо, хоть и спаси. Давайте, до свидания. Чистый разводил. Вот чистый разводил. А что у тебя с форменным подиумом? Что у тебя область? Ну, такая, как полагается. Какая полагается? Черная шкиряная. Там четко прописано в 823-м приказе. Черная шкиряная. Ты читал его нормально? Не так, а как где-то прочитал, что черная шкиряная. Что-то не нравится, есть отдел мониторинга, пожалуйста. Слышь, мне много чего не нравится. Понимаешь? Немного чего не нравится. Меня обидел кто-то. Меня обидел? Да это вас побежали, что вы пошли в патрульную полицию. А сам что там делал? Я делал? Я никогда не имел отношения к милиции, не к полиции. Серьезно? Есть у тебя информация? Будем знать. У тебя есть информация? Я спросил. А я тебе ответил. Ну, я услышал. Слухи можно разные распространять, понимаешь? Я услышал. Да плохо ты слышишь. Нет, я услышал. Я же говорю. Вы начинаете с себя, а потом кошмарьте людей. Я не знаю. Но я тебе объясняю. Так и делаю. Для меня третья рота и в третьем батальоне это самый позорный батальон. Я слышал уже неоднократно. И все, я его буду помнить всю жизнь. Слышал неоднократно. Пока ты живу, пока он жив, пока я живу. Пока что ты живу? Живый, живый. Пока у нас здоровья много. Вадим, хватит такие. Это как кост уже звучит. Правильно, ну а как? Ну честно, что случилось? Что не так? Ничего. Ну не нравится мне третья рота. Ну не нравится мне третье батальон. Нам тоже можно. Ну и все, вы делаете свою работу, я делаю свою работу. Все. В чем проблема? На этом и сойдем. Ну так все, садись и езжай себе с Бога. Езжай с Бога. Ну все, езжай. Друзья, ну в принципе как-то так. Видите, остановили человека за то, что якобы где-то там что-то нарушил. Человек, естественно, немножко испуганный. Ну правда, неправда. И они у него забрали документы для того, чтобы проверить его по базе. Потом выяснилось бы, что у него что-то там нету. Ну вы знаете, как это делать. Поэтому я вам говорю, не нужно передавать документы до тех пор, пока не докажут вашу вину. Когда вы осознаете конкретно, что вы конкретно нарушили, а не выдуманная ситуация, то тогда может да. И то навряд ли. Все, времена закончились. Доверия к полиции нет. Нельзя им верить, потому что одни вруны. Ладно, друзья, как-то так. Погнал дальше. Всем хорошего дня. Продолжение следует...